Здравствуйте всем дорогие друзья! С вами канал Акомрач и записки сумасшедшего рыболова. В этом видео я слышал такую присказку, что можно половить карасика трофейного веса на оригинальный метод. Какой? Сейчас я вам покажу. Мы на озере с вами Комарина и на легендарном месте, где карась клюет без перебоя. Вот именно на вот этом месте мы с вами будем ловить трофейного карася на спиннинг. Да, вы не ослышались, мы будем ловить на спиннинг. Давайте теперь зайдем и соберем на спиннинг Белмор. Вот этого красавца. Катушку оставляем, леску оставляем, поводок. Карась клюет мощно. Поводок на 6 килограмм. Думаю флюрку на 5.4 поставим, этого будет достаточно. И обязательно блесну. Блесну, я думаю, надо поставить старую вертушку. Старая дедовская блесна, которая, так сказать, пропитана временами и испытано временами, нас никогда не подводила. Да и не подведет. Поэтому берем. Так, что у нас? Скорость подмотки и фрикцион. Чтобы карась не успевала разматывать леску, я думаю, фрикцион мы сделаем на 29. А скорость подмотки, даже не знаю. Давайте сделаем на 20, с шифтом будем ловить. Да, вот так вот. И покидаем. Посмотрим, насколько нас удивит это место трофейным карасем. Или же нет. Я посижу несколько часиков и попытаюсь что-либо поймать. Спиннинг у нас далеко не летит. Все потому, что у нас наживка легкая. Спиннинг у нас рассчитан на тяжелую блесну. Но, я думаю, карась успеет уцепиться. Почему такие выводы? Карась очень шустрая рыба. Быстрая, стремительная. И всегда ждет, когда можно напасть. А то он и карась. О, видели, видели, видели? А, был, был какой-то гад. Пробуем, пробуем, ребята. По-любому что-то да будет. Но нам не нужно что-то. Нам нужен трофейный карась. Вот наша цель сегодняшнего видео. Ребятки, первая рыба. Первая рыба клюнула. Так. И мы с вами поймали головля. Да. Это, конечно, результат. Но, это не тот результат, которого я жду. Нам нужен трофейный карась. Ну, или хотя бы карась, приближенный к трофейному весу. Потому что, как гласят легенды, самый-самый большой вес трофейного карася ловится на спиннинг. На блесну. Так. Опа. Еще один экземплярчик. Но. Язик. Но это стало клевать, потому что я поменял дедовскую блесну. Я все-таки подумал, что она, как бы, уже не актуальна. Все-таки надо шагать в ногу со временем. Интернет, новая технология, все дела. Надо использовать блесну более крутую. Поэтому я выбрал Акилу. Там, 0.01. Четырехграммовую. Поэтому начал клевать ясь, клюнул голавлик. До этого вообще не было поклевок. Не знаю, с чем это связано. То ли время не такое, давление, может быть температура, ветер. Что-то все-таки влияет на то, что карась трофейный не клюет. Думаю, есть определенно какие-то причины, по которым мне не удается поймать эту великолепную рыбу. Как вы думаете? Какие здесь причины? Пишите в свои... Пишите свое мнение в комментариях. А я буду стараться дальше пробовать поймать карасика. Пока-пока.